Сегодня я хочу поговорить о такой достаточно важной для нашей как психологии, так и в целом любого направления науки, и не только науки, темы, которая называется самоактуализация и интеллигентность. Вот, казалось бы, какая связь между самоактуализацией и интеллигентностью? Термин самоактуализация, да, он хорошо известен в гуманистической психологии, достаточно подробно рассмотрен Абрахам Масловым, Карлом Роджерсом, да, мало того. Этот термин также присутствует и у Макса Люшера даже, в его четырехцветном человеке. Макс Люшер считает, что если все четыре хромотипа, как-то синий, зеленый, красный и желтый, каждый из моделей поведения у человека одинаково развиты, тогда человек склонен к самоактуализации, то есть он самоактуализирован. Иными словами, человек в себе должен принимать каждое из направлений. Допустим, если мы берем Люшера, синий хромотип – это больше мнительность, чувствительность, романтичность, тревожность некоторая, склонность к опасениям, зависимость от людей, но в то же время именно романтичность, творческость какая-то, вот такая глубинная, тяготение к искусству – это синий хромотип. Зеленый хромотип – это все, что связано с престижностью, все, что связано с активностью, все, что связано с признанием заслуг, все, что связано с критериями богатства, то есть это все достаточно наносное, что для зеленого хромотипа очень важно. Красный хромотип – все, что связано с выбросом адреналина. Это могут быть авантюры, это могут быть бесконечные поездки, это могут быть разные иностранные языки. Здесь множество разных тем получается, но красный хромотип, он достаточно активен, да, и желтый хромотип, бессмысленный и беспощадный, казалось бы, как-то частая смена впечатлений, частая смена обстановки, ну, допустим, переклеивать обои два раза в год у себя в квартире, передвигать мебель, да, как художники-предвижники передвигали картины, да, я шучу, разумеется, вот, это все то, что связано с новыми впечатлениями. Вот посмотрите, 4 хромотипа соединяем вместе, хромос это цвет, типа, соответственно, да, цветовой тип, вот, 4 хромотипа соединяем вместе, получается самоактуализированная личность. Ну, очень странное такое определение, мне больше, конечно, нравится не лешеровское определение самоактуализации, а определение, которое было дано, допустим, Абрахаму Маслову, там у него как раз давалась пирамида потребностей, по которой мы понимали, как человек постепенно достигает самоактуализации. Помните, да, пирамиду потребностей. Такая вот треугольничка, получается, в самом основании лежат физиологические потребности. Если человек не будет удовлетворять физиологические потребности, ничто другое ему не будет интересно. Что это такое? Пища, сон, секс и так далее. Если этого не будет, толку никакого человека нет дальше, что-то от него требуется. Если человек голоден, а вы с ним будете говорить о философии. Это редкий человек, только слишком убежденный может эти вещи делать, но уже достигший какой-то своей самоактуализации. В большинстве случаев бесполезно. Если человек начинает развиваться, расти несколько, то физиологические потребности на первом месте. Второе. Потребности безопасности. В первую очередь, начиная с младенца. Младенец должен понимать, что его окружение безопасно для него. То есть, не появляется много новых предметов, новых каких-то игрушек, новых людей. Это все может вызывать страх. Да, и взрослого человека. Он хочет изменений в своей жизни, но боится этих изменений. И невольно пытается откатиться назад к тому, что привычно для него, допустим. Да, потому что это безопасность. Пускай страшно, зато безопасно. По крайней мере, ты знаешь, кого бояться и кто виноват. И кого обвинить. Да, вот, допустим. Но безопасность, в первую очередь, это стабильность, защищенность, отсутствие страха и тревоги определенной. То, что тоже для человека очень важно. Ну, представьте себя в ночном лесу. Вы гуляете в ночном лесу и слышите шорох. Да, вы поняли. Вот, пожалуйста, потребность безопасности. Третий уровень. Потребность в любви и принадлежности. То есть, это чувство общности. Это то, что связано с семьей, с дружбой, с общением. Человек – существо общественное, и, естественно, общение ему необходимо. Кто-то общается непосредственно, кто-то общается посредством социальных сетей, ныне, сейчас. Да, это общение несколько искривленное, но оно тоже есть. А потребность в общении нужна. Если у людей сложно с общением, иногда они пытаются, как бы сказать, создавать новый такой очень странный образ. Ну, не я таких людей называю. Таких людей называют фрики, допустим. Да, и даже фрики общаются друг с другом, вы знаете. То есть, вот эти странные, причудливые люди, очень непонятные люди, и то они общаются друг с другом. Необходимо. Четвертый уровень. Очень важный уровень. Потребность самоуважения. То есть, самоуважение и признание другими людьми того, что человек делает. Именно самоуважение. И, наконец, последний, пятый уровень, вершина. До нее, по Маслову, не каждый может дойти, но должен к этому стремиться – это самоактуализация. То есть, вот запишите определение. Самоактуализация – это потребность в развитии и реализации собственных способностей, возможностей, своего личностного потенциала. Ну и, по-русски говоря, самоактуализация – это возможность человека стать всем, кем он хочет. Вот это очень важный момент. И если, допустим, ранний Маслову или Маслову-Зрелый говорил о том, что самоактуализация доступна только при прохождении всех четырех ступенек, то поздний Маслову уже говорил, что, в принципе, одну из ступенек человек может перепрыгнуть для того, чтобы достичь самоактуализации. Ну, вы много критиковали на эту тему, и в конечном итоге он пришел к такому выводу. Но самое главное, что человек, вот, посмотрите, в самоактуализации не имеет границ. Не имеет границ. То есть, он может стать действительно всем, кем он хочет. Он не шизофреник, он не актер. Ну, допустим, болезненный вариант – шизофреник. Он может стать кем угодно. Хочет стать шкафом – становится шкафом. Хочет стать Наполеоном – становится Наполеоном, пожалуйста. Нет, ничего подобного. Он не актер, который проживает множество жизней. Как бы, да, но проблема в том, что актер проживает множество жизней. Главное, чтобы он не потерял самоидентичность. Иногда бывает, люди теряют самоидентичность, начинают играть роли и теряют себя. И можно привести много таких примеров, когда действительно известные достаточно люди теряют себя в своих ролях и начинают играть роли. И роль начинает преобладать над этим человеком. И, к сожалению, дальше уже возникает множество проблем. Потому что роль, она часто бывает довольно опасна. Вот. Нет, здесь немножко другое. Здесь всестороннее развитие. То есть, возможность идти не по одному направлению, а по нескольким направлениям. Постепенно, но достаточно целенаправленно. Достигать успехов, развиваться. И вот если человек в своей голове убирает вот эти вот ограничения, он действительно стремится к самоактуализации. Вот Маслову считал, что потребность в самоактуализации ведущая потребность. Вот у Роджерса, допустим, как он объяснял Карл Роджерс, еще один представитель коммунистической психологии, самоактуализацию. Это полное раскрытие личности, самое главное, это полное функционирование. То есть, всестороннее функционирование как организма, так и психики человека. Допустим, Роджерс считал, что индивидуальный опыт человека только способствует его самоактуализации. Любая проблема, любая ситуация, которую необходимо решить, только способствует тому, что человек более склонен к самоактуализации, нежели чем обычный человек, у которого нет никаких проблем. Это индивидуальный опыт, который помогает. То есть, нет ничего, что бы не помогало. Вчера я в своей клиентке говорил, что ищите везде подсказки, подсказки есть везде. Она застряла в лифте. Я говорю, так, хорошо, какая у вас базовая проблема, чего вы хотите? Она говорит, ну вот, чтобы появился малыш. Я говорю, так, а теперь подумайте, пожалуйста, лифт что символизирует? Лифт – это утроба. Вы находитесь в утробе некоторое время, а потом вы выходите из утробы. Вы видите аналогию, какая пошла аналогия интересная? И вот тут-то как раз для нее тоже была некоторая подсказка. Подсказки, они везде просто, их нужно видеть. Нет ни одной случайности, которая была бы просто случайностью. Каждый человек может найти множество интересных аналогий в своей жизни. Но самое главное, каждая из этих аналогий способствует ему, ну, как бы, к саморазвитию. К тому, чтобы он постепенно начинал развивать какие-то направления свои. Ну, по маслу, самоактуализация – это высшая форма саморазвития. И включает, в смысле, по Роджерсу, и включает она в себя, во-первых, самосовершенствование. Вот. Это очень важный момент. И, во-вторых, склонность реализовывать задуманное. Вот это вот самое главное. Удовольствие от того, что человек реализует. Не просто помечтал, а задумал, сделал и увидел материальное воплощение того, что есть. Вот. Это как раз и есть самоактуализация. Что такое самоактуализация еще? Это высшие потребности, истина, красота, совершенство. Все, что связано с высокими пиковыми переживаниями – это самоактуализация. Ну, только, допустим, он выделял, что людей самоактуализированных за всю историю человечества можно выделить достаточно мало. И, допустим, ближайший из психологии, допустим, самоактуализированный человек – это Макс Вертхаймер. Один из основоположников гештальпсихологии. Но в том-то и дело, что… Или, допустим, Эйнштейн. Но таких людей не так много. И вот если мы берем русскую историю, то оказывается, что в России типично самоактуализированных личностей мы практически не можем найти в чистом виде. И вот это тоже такой небольшой вопрос, который заставляет немножко задуматься, почему это так. И вот, смотрите. На Западе, особенно в американской психологии, термин самоактуализация достаточно активно используется. То есть всестороннее развитие личности. Однажды я был экспертом в одном деле, и там я читаю заключение одного специалиста, врача. Причина совершения убийства, пишет Эскулап, самоактуализация. Я ночью изучал дело, но я засмеялся, громко засмеялся. То есть человек убил другого человека по причине самоактуализации. Судя по всему, человек не понял, что он написал, то есть неправильно использовал термин, скорее всего. Но вот эта самоактуализация, его трактовка самоактуализации очень забавная. То есть хочешь саморазвиваться, иди убивай людей. Бред, господи, о чем ты друг? Но важно немножко другое, что действительно самоактуализированная личность, это личность именно не в чем-то себя сдерживающая, не в чем-то себя ущемляющая, но развивающаяся сразу в нескольких направлениях. И каждое из направлений подкрепляет эту личность. И мало того, что подкрепляет, такая личность еще и нормально функционирует в социуме, в обществе. Но тут есть один вопрос. Вот отдельная лекция у меня есть, будет интересно, послушайте. Посвящена она гуманистической психологии. И там я как раз привозил несколько доводов в пользу и, наоборот, в плане критики именно гуманистического подхода в нашей стране. Вот смотрите, как русский обычно воспринимает человека, который идет по улице и улыбается? А самоактуализированная личность, она открыта, она открыта к общению, она свободна, она, собственно говоря, склонна к каким-то пиковым переживаниям. И здесь можно сравнить понимание самоактуализированной личности, допустим, с подходом Вильгельма Райха, который говорил, Здоровый человек склонен изумляться, радоваться, уметь радоваться. Люди не умеют радоваться. Они совершают какой-то важный шаг и не радуются. Они устали, им все равно уже, допустим. А здесь радоваться, изумление, открытость новому. Это как раз больше детское поведение, нежели чем взрослое. Но, наверное, самоактуализированная личность, она немножко в чем-то может быть и ребенком, по переживаниям, по эмоциям. Это очень важно. Но проблема в том, что в нашем, в несколько напряженном современном обществе, русском, постсоветском обществе, вот люди, которые ведут себя слишком эмоционально свободно, открыто, они вызывают, ну, некоторые опасения, подозрения, неприятия. Я больше скажу, посмотрите, что у нас пишут на форумах часто люди. Они общаются с друг другом как? Они друг друга пытаются обозвать каким-то образом, да? Всячески унизить для того, чтобы показать собственное превосходство. Ну, сопоставьте поведение на дорогах водителей. Это один в один совершенно. То есть, в принципе, большее подростковое поведение, вот, которое связано с тем, что ты неуязвим и можешь кого угодно совершенно вот хаять, как тебе хочется. Немножко странный подход, потому что все-таки в каждом человеке нужно видеть человека в первую очередь, а у нас их как-то не видят. Вот самоактуализированная личность видит в каждом человеке человека, а не некую единицу. Например, допустим, плебс. Есть я и есть плебс. Плебеев, куча плебеев. Ну, как на дороге ведет себя человек в богатой машине. Нет, я понимаю, он потратил деньги. Наверное, ему их жалко. И для того, чтобы как-то их отработать, он начинает на дороге хамить. А в интернете люди часто, сами того не понимая, очень серьезно хамят, но, к сожалению, это тоже говорит о определенном уровне развития общества. Тут тоже такая некоторая проблема есть. Это все взаимосвязано. Включите телевидение, посмотрите в ток-шоу, как люди орут друг на друга. Еще показатель. Ну, может быть, в споре истины. Никогда. В споре истины не бывает. У Пушкина была замечательная фраза. И не оспаривай глупца. Если человек кричит, обойди его и занимайся своим делом. Какой смысл тебе вместе с ним кудахтать? Так вот, самоактуализированная личность ведет себя немножко по-другому. Но сейчас представьте, если наше общество начинает самоактуализировать. С одной стороны, общество, которое начинает выздоравливать, это очень хороший пример. Люди психически здоровые, психологически здоровые, нацеленные на результат. Это замечательно. Но таких людей традиционные единицы, их немного. Если все общество начинает так развиваться, мы будем говорить о том, что у нас начинается достаточно серьезный сдвиг в области, в первую очередь, духовного развития, культурного развития общества. Это будет очень здорово, если так. Самоактуализированная личность на языке Льва Николаевича Гумилева, в некоторых, конечно, комментариях, это пассионарная личность. Пассионарий – пэшн, активность. Это активный человек, но только положительный пассионарий. Потому что по Гумилеву Гитлер – это тоже пассионарий. Пассионария ни разу не бывает. А в данном случае, если вот эта положительная пассионарность развивается, она создает некий культурный слой, который позволяет дальше продуцироваться и развиваться больше и больше. Казалось бы, это здорово, но проблема в том, что самоактуализированная личность традиционно в обществе обычно, что с ней делают, на нее смотрят, как на человека, немножко не от мира сего. Как к таким людям относятся традиционно? То, что тебе непонятно, в первую очередь осмеивается, во вторую очередь пытаются из этого сделать страшилку какую-то или легенду сочинить. Вот так вот традиционно общество с самоактуализированными личностями и борется. Ну, как Рожа разговаривала, изначально ребенок добр и открыт миру, но постепенно он обучается лгать, потому что от него это требует. Постепенно он научается какие-то вещи скрывать, постепенно он обучается думать одно, а поступать по-другому. Потому что это традиция общества. И еще, если ты будешь полностью открыт, детишки твои тебя заклюют в школе или в детском саду, где угодно. Заклюют, потому что если ты будешь на себя непохожим, то обратите внимание, как только возникает непохожий какой-то человек, к нему сразу возникает какое-то странное отношение. И вот это тоже момент. Самоактуализированная личность. Вот запишите. Очень важный такой тезис. Стремиться к самоактуализации – это очень серьезный шаг. И это очень важное решение, потому что это решение быть самим собой, не пытаться подстраиваться по-другому. Но прошу обратить внимание, самоактуализированный человек не воюет с другими. Не воюет с другими. Он не отвечает на посылы, на негативные посылы других людей их же языком, их же поступками. В данном случае он смотрит немножко по-иному. Это не подставь в другую щепу, если тебя бьют по одной щеке. Нет. Здесь немножко другое. То есть он нацелен на созидание, он нацелен на развитие какое-то определенное. В том числе во взаимоотношениях с людьми. Скажите мне, вы готовы вести себя именно вот так? Или вы подумаете? Вот в том-то и дело, что получается, что это очень серьезный шаг. И этот шаг чреват многими возможными проблемами, потому что люди всячески будут стремиться как-то ограничивать такое поведение. Каким-то образом критиковать его, каким-то образом пытаться укусить. Ну, укусить это животный мир, ну простите, чем в данном случае человек отличается. Вот. И получается, что этот шаг серьезен достаточно. Ну вот посмотрите, самоактуализированная личность открыта миром, идет в себя свободно, достаточно эмоционально, радостно. Для нас это сумасшедший человек. Да? Еще интересно. То есть, то, что на Западе принимается как самоактуализация, у нас, мы на самоактуализированную личность смотрим немножко со стороны. Потому что у нас в чистом виде самоактуализированных личностей в истории развития нашего общества было очень мало. Допустим, то же самое Ломоносов, это self-made man. Человек, который сделал себя сам, но он не самоактуализирован. Почему? Потому что самоактуализированная личность во всех направлениях развивается. Ломоносов развивался, казалось бы, во всех направлениях. Ну, почитайте его коды. Да? Вот, смотрите, он пытался охватить разные направления, но все равно это немножко, ну, некоторая все-таки зажатость. Он выжимал из себя какие-то вещи. А самоактуализированная личность делает это достаточно свободно, открыто. Вот. В плане Ломоносова имеет смысл подумать. Может быть, это русский вариант самоактуализированной личности, но тенденции к самоактуализации. К саморазвитию. А вот в России традиционно существует очень интересный термин, немножко другой. Называется он интеллигенция. Латинский глагол интеллега. Интеллега в буквальном переводе – ощущать, замечать. Или второе значение – узнавать или познавать. Сейчас мы под интеллигенцией понимаем некоторый образованный слой людей. Вот на Западе принято не называть людей интеллигенцией. Это чисто русское слово, чисто русский термин. На Западе принято называть человека интеллектуалом. Интеллектуал – это человек умственного труда. Вот запишите. Западное определение. Интеллектуал. В нашем понимании интеллектуал – человек с широким лбом. Или с большим лбом, который оканчивается у него обычно затылком, там лысина. Я обычно говорю «блестящая голова». Когда голова блестит. На первом программе много. Вот интеллектуал – человек, который говорит какие-то непонятные фразы никому. И как-то очень много мудрствует. Мы такого человека можем назвать интеллектуалом. Да нет, друзья мои. Интеллектуал – это человек, мысли которого ясны. Вот эрудиция – это ни о чем. Эрудиция – это только служанка. Первое. Человек должен сам понимать, что он думает, о чем он говорит. А часто под интеллектуалом понимают человека, который умеет очень хорошо скрывать свои мысли. Очень хорошо говорить непонятные слова. И все понимают – вот сказал. Что сказал – не всегда понятно. А вот под интеллигенцией мы сейчас понимаем некий условно образованный слой. Но, вы знаете, для начала, наверное, давайте все-таки возьмем историю вопроса, когда возник термин интеллигенция. В Западной Европе термин «интеллигенция» появился в начале XIX века. В начале XIX века. И ближайшее значение к интеллигенции мы бы сейчас сказали – это гуманистичность какая-то, человечность, интеллигенция. Но нужно сказать, что в России этот термин развивался немножко по-иному. То есть, вот на Западе считалось, что интеллигенция – это просто образованный слой, человек с образованием. А в России интеллигенция повела себя совсем по другой линии. Дело в том, что, ну давайте сейчас я вас спрошу, как вы понимаете, кто такой интеллигент? Ну, образованный, во-первых. Образованный, во-первых. Да. А во-вторых? А во-вторых, придерживающийся каким-то правилам поведения в обществе? Ну, наверное, все-таки первое – это придерживающийся правилам поведения в обществе, то есть человек с определенными какими-то установками, жизненными установками или нормативами. Да? Это самое главное. А во-вторых, это образование. Только вот в плане образования тоже момент очень серьезный. У нас образованных людей много, а интеллигентных единиц. Задумывались? Значит, все-таки немножко не то. Мало того, на Западе вообще не понимают. Допустим, мы можем сказать, что Санкт-Петербург – очень интеллигентный город. Переведите на английский язык. Да, и получится совсем не то. То есть теряется смысл. Потому что это либо культурная столица, да, ну, опять же, это уже некий шаблон культурной столицы. Да, это бывшая наша столица. Да, действительно, это европейский город. Это видно по всему. Потому что осталось видно. Потому что еще был 20-й век. И там уже немножко другие строения, и все другое. И люди другие. Но все-таки вот, да, Санкт-Петербург – это город такой вот интеллигентный. Понятно только нам, что именно интеллигентное слово. Важно то, что интеллигенция – это некоторая образованная прослойка. Вот запишите. Образованная прослойка общества. Которая, что самое важное, всегда отличалась, и особенно это в России было заметно, самостоятельность и мышление. Это некоторое противодействие оккультуриванию. Ну, что такое оккультуривание, я вам поясню. Включите любой канал телевизионный на праздник. И посмотрите на счастливые лица, одни и те же лица певцов и певиц. Вот это оккультуривание. Оккультуривание – это информация, которую ваши головы закладывают в каждом информационном блоке. Это тоже оккультуривание. Оккультуривание – это та музыка, которую вам дают возможность слушать по радиостанциям. Это тоже оккультуривание. Оккультуривание – это те термины, те слова, которые вы чаще всего вынуждены начинаете использовать при общении с людьми. Включите любой сериал. Как правило, это будет детективный сериал. Если детективный сериал, там автоматически появится несколько фраз, связанных с феней, с уголовным, да, несколько таким вот общением. Там появятся не слишком адекватные какие-то выражения. Простите, это наша нынешняя условная культура. Это оккультуривание. Оккультуривание – это общество большинства. То есть, это культура большинства. Вот интеллигенция всегда стояла немножко в стороне от этой попытки полного оккультуривания. Полное оккультуривание – это всегда пошлость. И поэтому нужно сказать, что все-таки некоторая попытка встать в стороне от общей линии поведения большинства. Вот интересно, что для России это всегда означало в некотором смысле попытка идти несколько в стороне от основной линии власти. Вот запишите, что у нас в любой, в любом строе, при любом императоре, и не только императоре, интеллигенция всегда шла немножко в оппозиции. Слово «оппозиция» сейчас опошлино. Мы его слышим слишком часто по разным радиостанциям, по разным телеканалам, и это уже пошлость. Такая же пошлость. Мы слишком много это слышим. Но в первую очередь это попытка противодействовать некоторому оккультуриванию. Еще один момент очень важный. Интеллигент, он никогда не стремится разрушать. Он не стремится хаять. Он не стремится обругивать. Он человек или группа людей, которые живут согласно своим идеалам. Вот, допустим, академик Лихачев, когда задавался вопросом, кто такой интеллигент, говорил, что, допустим, народовольцы, люди, которые, казалось бы, хотят добра народу, но сами не знают, кто такой народ, это не интеллигенция. Так же, как, допустим, нынешние, неонародовольцы. Вот очень странный феномен. Очень странный феномен. Например, допустим, кандидат филологических наук, ныне уже, к сожалению, покойный, Роман Трактенберг, который занимался русской нецензурной лексикой. Или кандидат философских наук Сергей Шнуров, который певец. Вот посмотрите, это же, по сути, то же самое народовольчество получается. То есть человек приходит в народ и с народом говорит на языке народа. Только возникает вопрос, зачем он это делает и что он хочет. Вот здесь вот я немножко не понимаю. То есть творчество само, я понимаю с юмором, допустим, да, что Шнуров делает с юмором. Но, извините, ну, все-таки, ну, несколько норм. Это остановка в развитии. Это остановка в развитии. Но народу нравится. А самое главное, что интеллигенция не стремится к разрушению, к попытке разрушить. Вот сейчас посмотрите, у нас много разных условных политиков, которые что пытаются делать в первую очередь? Попытка разрушить. Перед тем, как что-то разрушать, подумать, что будет после того, как что-то разрушим. Мы это уже проходили не раз. И тогда возникает вопрос, это интеллигенция или нет? Интеллигенция – это внутренняя мораль, внутренние установки, согласно которым человек себя ведет, поступает. Некоторая неподкупность. Интеллигенция – да. Но можно ли назвать интеллигентным подростка, который выступает против коррупции в школе? Он говорит, я против коррупции. Он понимает это слово. Зачем он это учителям говорит? Учителя занимаются коррупцией? Тоже сомнительно. Скорее всего, с чем это связано? Окультурили молодого человека. Окультурили. А он еще не зрел, он не понимает этих слов, ему нужно немножко попротестовать, повоевать. Вот они и воюют. Это не интеллигенция. Я не говорю, что подростки – это интеллигенция. Боже упасть. Просто люди, которые выступают против чего-то – это не интеллигенция. Тогда возникает вопрос, а как они выглядят? Кто они такие? В первую очередь, интеллигентный слой всегда, так же, как и интеллектуальный слой, он очень маленький. Это очень маленькая прослойка. Таких людей немного. И что свойственно для такого слоя, по факту так и есть. Вот смотрите, как только интеллектуальный слой, интеллигентный слой появляется, он начинает себя самовоспроизводить. То есть появляются люди разных возрастов, которых увлекает какая-то тема. Они начинают ей заниматься, начинают ее развивать. И можно обратить внимание, что люди с молодого возраста начинают увлекаться этими вопросами. Не вопросами политики. Политика – это все-таки грязное дело, которое им слишком приятно. То есть это очень важный момент. Интеллигенты сами себя воспроизводят. Но проблема в том, как только государство пытается интеллигенцию самовоспроизводить, ничего не получается. Потому что начинается оккультуривание. Вот отсюда, в принципе, допустим, если мы говорим о дореволюционном периоде, что такое интеллигенция? Как правило, это люди, которые, да, в большинстве своем они были на государственной службе. Некоторые из них имели дворянство. Давайте говорить, что такое дворянство. Дворянство, согласно табели о рангах, да, Петровскому, которую он, собственно говоря, взял у немцев, табели о рангах, типичная идея. То есть он ее всего лишь навсего дублировал и развил в нас. Человек, который служит государству и начинает из поколения в поколение получать определенный статус. То есть это служба во благо государства. Это ничего более. Ну, изначальная идея. Многие не имели дворянства, да, вот, дворянского, не имели отношения к дворянскому сословию, но что они имели? Они были образованы и занимались, как правило, интеллектуальным трудом. Вот интеллектуальный труд сам по себе отличается тем, что не каждый человек может его выполнять. Скажите, пожалуйста, каждый ли человек может работать врачом, учителем, преподавателем, военным, офицером, имеется в виду? Да? Так вы понимаете, что, в принципе, это группа людей, которая формируется некоторое время. И самое главное, не каждый может это выполнить. Потому что все-таки это весьма такая тонкая работа, специфическая работа. Именно поэтому, что достаточно важно, допустим, в дореволюционный период, вот здесь я, наверное, дам вам небольшую ссылочку, обязательно почитайте, потом будет интересно. В 1992 году в журнале «Новый мир» Сергей Кириллов написал статью о русской интеллигенции, роскошной на самом деле. Статья изумительная, очень рекомендую почитать. И вот там он как раз привозил такие замечательные примеры, как интеллигенция развивалась до революции и после революции у нас в стране. Что происходило с ней? Название? О русской интеллигенции. Допустим, что он писал? Что мужик барина не любил, но осознавал уважение к барину и осознавал, что то, что делает барин, мужику не сделать. Что случилось после революции? Все равны. Да? И вот оно пошло. Все равны. И все могут судить обо всем, допустим. Ну, можно. Но не совсем. Очень важный момент, что до революции, до революции, интеллигенция, интеллигентные профессии, ну, в среднем это слой был порядка 2-3 миллионов человек на все государство, на всю империю. Это очень маленький слой. Кто были? Кто были? Инженеры, преподаватели, учителя, врачи, кадровые офицеры, духовенство. Очень важный момент. До революции люди этих профессий получали достаточно достойный заработок. Это было очень важно. Именно достойный заработок. То есть, они могли себе позволить жить более-менее нормально. Ну, сейчас, на самом деле, очень сложно проводить аналогии. Допустим, прием у врача, получасовой, стоил 5 рублей. Да? Вот если я скажу 5 рублей, синенькая бумажка, она сейчас ничего не стоит. Если я скажу 5 рублей, это 5 серебряных монет, каждая из них по 21 грамму. Посчитайте, сколько серебро 21 грамма сейчас стоит. Или я скажу 5-рублевая золотая монета. Видите, абсолютно по-разному получается. 5 рублей мы по-разному можем сейчас прочитать. Ну, 5 рублей. В принципе, если на современные деньги выводить, то врач получал где-то в пределах 4 тысяч современных рублей. 400 тысяч. Вы понимаете уровень. У нас сейчас все гораздо ниже. Ну, и нет смысла это все сопоставлять. Тем более, что врач в Петербурге и врач в провинции получал разные деньги. И врачи разные были. Вы тоже поймите правильно, что не было абсолютно линейного такого, что у всех была одинаковая зарплата. Не было такого. Но очень важный момент, что зарплаты были вполне логичны. И очень важно, что данный интеллектуальный слой из поколения в поколение продолжал развиваться. То есть люди, как тогда говорили, достигшие определенного веса в обществе, были заинтересованы в том, чтобы их дети продолжали их направление. Логично? Вот то, что было в древолюционный период. Да, по факту. Ну, давайте я приведу некоторые примеры. Жалование. Жалование. Инженер на госслужбе. 2000 рублей. 2000 рублей в год. Коллеги, я здесь объясню. Просто тогда зарплату определяли в год. Не в месяц, а в год. Мы сейчас в месяц, тогда в год. Тогда разделите на 12 и получите. 2000 рублей разделить на 12. Сколько будет? Есть волшебное устройство под названием калькулятор. Современный человек поймет. 180 рублей в месяц. 180 рублей. Деньги не очень большие, но нормально. В принципе, жить можно. Следующее. Допустим, земские врачи. Полторы тысячи рублей. Преподаватель средней школы. От 900 рублей до 2500 рублей. Младший офицер. От 600 до 1260 рублей. Актер. 1200-1800 рублей. Всех самых еще имперских рублей. Адвокат. От 2 до 10 тысяч рублей. Ну, уже скромненько, но так. Жить можно. Профессора вузов. 3-5 тысяч рублей. Следующее. Художники, актеры, адвокаты, профессора, руководители транспорта и так далее. От 12 тысяч рублей в год. Понимаете? Что государство, как ни странно, достаточно неплохо оплачивало именно интеллигентные какие-то должности. Это было достаточно важно. И, допустим, рабочий, например, того самого замечательного 13-го года, когда Россия была на пике своего развития, непосредственно перед Первой мировой войной. Рабочий получал 258 рублей в год. Ну, деньги не очень большие, но, в принципе, нормально. Давайте все-таки посчитаем. Один серебряный рубль сейчас сколько стоит? Ну, где-то около 5,5-7 тысяч рублей нынешних. Если в серебре берем. Если в бумажке, ну, там меньше. Если в золоте, еще больше. Я говорю, что здесь, к сожалению, сейчас мы не можем полностью это оценить. По каким критериям? По золоту, по серебру. А заработок интеллигенции в год приблизительно, допустим, это где-то от 1000 рублей до 1500 рублей. То есть, в принципе, деньги, ну, извините, на рубль действительно много чего можно было покушать, купить, приобрести. То есть, все зависит от, конечно, определенных замашек человека, но очень важный момент, что у нас не было до революции проблем с жильем. И жилье стоило вполне адекватные деньги, можно было снимать особняк за вполне приличные деньги, и еще оставалось достаточно много для жизни. У нас очень многие не имели собственных домов. Они их обычно традиционно снимали. Потому что так было удобнее. И вот, что после революции заговорили, собственники, да, собственность, частная собственность и так далее. Да не было так много частной собственности. Это было не совсем выгодно. Но важно то, что общество немножко, как бы, развивалось постепенно. И вот, что происходит после революции. Ну, вот тут-то по факту очень странная вещь случилась. Белое движение. Если мы посмотрим по структуре белого движения, вообще-то это интеллигенция. Как правило, это люди с высшим образованием. Либо с высшим университетским образованием, либо с высшим военным образованием. Это люди в погонах. Против кого воевала первоначальная советская власть? Против интеллигенции. Потом были уже пароходы философов, когда их просто отсылали из страны. Не философов, интеллигенции отсылали из страны. Вот, допустим, Петерим Александрович Сорокин именно на одном из таких пароходов уплыл сначала в Константинополь. А потом уже непосредственно в Штаты, где создал социологию. Но проблема в том, что мы потеряли огромное количество людей, интеллигентного труда, именно интеллигенции получается. Ну, кто-то оставался в стране, но такое было. И результат, в первую очередь, что государство, новое государство, стало бороться с интеллигентами, с интеллигенцией. И логика была следующая. Интеллигент — это некоторая свобода в мышлении. А вообще-то интеллигенция и до революции обладала определенной свободой в мышлении. То есть они могли достаточно свободно рассуждать на тему политики, философии же с ними. Но, что самое главное, вроде бы не выходили именно на революционные какие-то линии. А вот после революции оказывается, что такие люди становятся для общества опасны. Необходимо привлекать больше людей из рабочих специальностей и создавать новый образованный слой. Политика ввелась следующим образом. Новый слой создавался следующим образом. Должно быть обязательно первое поколение образованных людей. А детям из прежней интеллигенции, как правило, ограничивался доступ в вузы. Вопрос — а кто в вузах должен был преподавать? А вот тут мы с вами сталкиваемся с интересной вещью. Прежних нужно убирать профессоров и создавать своих новых. А откуда новых создают? Сегодня мы с вами еще поговорим на эту тему, но немножко уже непосредственно по персонали. И оказывается, что начинает ломаться общая структура. Естественно, падают и зарплаты. Ну, зарплаты бог с ними, важно немножко другое было. Что в первую очередь началась война с интеллигентами. Лев Николаевич Гомелев писал, что пассионарный слой, культурный слой общества в России к началу 90-х годов прошлого века, он умер в 90-м году, практически полностью оказался уничтожен. Так вот, интеллигенция — это культурный слой. Мы стали создавать свой новый культурный слой, но сейчас я немножко расскажу, как же он, собственно говоря, стал создаваться. Итак, если до революции человек недворянского сословия получал образование, образование шло на уровне, допустим, нынешний, точнее, выпускник гимназии, дореволюционный выпускник гимназии, часто равен по уровню знаний выпускнику современного вуза. Понимаете, да? Требования. А теперь представьте, человек, который оканчивает императорский университет. То есть это уже уровень достаточно высокий. Он выбился в люди. И он начинал воспринимать себя как частью общества, частью другой группы, культурной группы людей, в которую он имел прямое отношение. И здесь, на самом деле, разница особой... Ну, она, конечно, была, безусловно, была разница, допустим, между университетским профессором и сельским учителем, но все равно это одна и та же группа была, одна культурная группа интеллигенции. Что случается после революции? С 2018 года, запишите, принят закон о предоставлении права поступления в вузам лицам любого образования или вообще без образования, для того, чтобы завоевать высшую школу. И начинается практика зачисления в вузы рабочих от станка. Скажите мне, пожалуйста, а каждый рабочий от станка хочет получать высшее образование? Вы улыбаетесь, да? Выходцам из образованных слоев законодательно доступ закрыт в вузы, но мало того, в среднюю школу второй ступени, то есть для того, чтобы завершить, как мы сейчас сказали, последние классы школы, не может ребенок из образованного сословия, чтобы они не пополняли группы новой, ниши интеллигенции. Классовый принцип был отменен только в конце 30-х годов. И нужно сказать, что сложилась очень странная ситуация, интеллигенция косвенно пыталась себя воспроизводить, даже в нашей стране, хотя иммигрировали достаточно многие, а многие были просто убиты ввиду и гражданской войны, и последующих разных ситуаций. Но вспомните, красный террор, начало 20-х годов, сколько было расстреляно именно людей с высшим образованием за то, что они просто люди, которые занимались гуманитарным трудом. Потому что красный террор. Ответ нового государства вот по отношению к тому, что произошло у нас в обществе. Вот. Поэтому, в принципе, воспроизводство интеллигенции стало сокращаться, и стала появляться новая условная интеллигенция. Следующий пик уже случился в 1958 году. Это уже очень интересный период, когда возникает положение о зачислении в ВУЗы производственников или стажников. То есть, если человек проработал не менее двух лет на производстве, его зачисляют в ВУЗ практически без экзаменов. Сейчас у нас это сохранилось. Молодой человек, который отслужил, имеет преимущество при поступлении в ВУЗ. Все с Хрущева идет. От хрущевского периода это идет как раз, когда это пошло. Соответственно, что получается, если ты не сдаешь экзамены, начинаешь учиться, ты серьезно относишься к учебе? Кто-то серьезно, кто-то не очень. По-разному бывало. Результат – понижение уровня образования. Более низкий уровень специалистов. Ну, вернусь непосредственно к 2020 годам. Сокращается доля выходцев из образованных слоев, а в начале 30-х годов выходцев из интеллигенции насчитывается не более 25%. В технических ВУЗах не более 10%. Поэтому получается достаточно интересная ситуация, потому что льготы тем, кто с рабочих факультетов идет и так далее. В 30-е годы доля немножко повысилась интеллигенции в ВУЗах, но было это связано только с тем, что государство начало активно развиваться. У нас индустриальное развитие пошло активно. Значит, оказались востребованы люди образованных специальностей. Вот. Ну, собственно говоря, что происходит дальше? А дальше получается, что приблизительно уже к середине 60-х годов количество интеллигентов, ну, условных интеллигентов, людей с образованием, на стране увеличивается, а статус их понижается. Особенно сильно это заметно становится уже к 80-м годам по заработку, сколько получает инженер и сколько получает человек без высшего образования. Сейчас это вообще очевидно, у нас ничего не меняется особо. Сколько получает слесарь и сколько получает учитель? Сколько получает врач и сколько получает строитель? Да, посмотрите внимательно, и вы поймете, что вот разделение пошло. С чем это связано еще? Падает престижность интеллектуальной деятельности. А ведь, по сути дела, кто создает, тот, кто строит, да, создает, но в первую очередь мы не должны задумываться именно о достаточно простых видах деятельности. Все-таки в данном случае мы должны развиваться вперед, каким-то образом двигаться вперед, а получается совершенно обратная ситуация. То есть вот эта вот пагубность определенная первоначальной борьбы с интеллигенцией привела к тому, что у нас интеллигенция стала, безусловно, падать. Ну, кто такой сейчас интеллигент? Человек, который имеет диплом о лучшем образовании, не интеллигент он. Это просто человек с дипломом о лучшем образовании. Интеллигентом человек вызревает, вызревает очень длительное время. И очень важный момент, что интеллигентов, настоящих подлинных интеллигентов, мы даже и сейчас по пальцам можем сочетать. Ну, безусловно, наверное, Николай Николаевич Дроздов, Игорь Кириллов, да, вот если посмотреть по поведению, Виталий Вульф, вот посмотрите, да, вот она, интеллигенция. Даже несмотря на его гаосирование, вот это гаосирование, но вы посмотрите на стиль мышления, на особенности поведения. Слава Богу, сохранилось много его передач. Лиловый шар, кажется, она называлась так передача. Кого еще из подлинно интеллигентных людей вы можете назвать, на кого можно равняться? Познавр. Тихонов. Да, актер Тихонов, посмотрите. Ну, то же самое, разумеется, наверное, касается все-таки братьев Соломиных. Да, это, как бы сказать, они выходцы из практически рабочих слоев, но интересно, они смогли себя образовать. К сожалению, одного из них с нами нет уже давно. Но это видно, что это интеллигенция. Ну, сколько таких людей? У нас их единицы. В университете у меня было несколько таких замечательных преподавателей, подлинно интеллигентных. Один из них абсолютно из рабочей среды. Он уже был очень пожилой, но изумительный человек абсолютно. Но проблема в том, что таких людей единицы. А по большей части идет условная образованность. А с появлением интернета все это превращается в некую информационную кашу. Это не интеллигенция. И вот тут мы с вами опять сталкиваемся с очень интересной ситуацией. Что в России мы не говорим о самоактуализации, мы говорим о том, что человек по большей части может стремиться к интеллигентности, а не к самоактуализации. Потому что интеллигентность это как раз внутренний стержень человека, это внутренние определенные установки, по которым он живет, по которому он оценивает свою жизнь, по которому он оценивает отношения к другим людям. И, допустим, академик Лихачев, который в свое время написал письмо, посвященное русской интеллигенции, вспоминал, что, допустим, люди, которых он называл интеллигентными людьми, поступали в соответствии со своим словом, были верны своему слову, были честны, несмотря на то, что происходило с ними в 30-е годы, допустим. Да, вот это вот особенности поведения. То есть интеллигентный человек, он живет в соответствии со своими идеалами, в соответствии со своими нормами поведения. Если мы включим телевизор и посмотрим внимательно на все, что там происходит, могут возникнуть разные совершенно мысли. Но печально то, что вот, наверное, все-таки, я хотел бы, чтобы вы немножко задумывались, самоактуализированный человек на Западе, а у нас интеллигентный человек. Да, немножко термины, казалось бы, не совпадают, но попробуйте их немножко сопоставить, посмотреть. Русский человек более тяготеет к интеллигентности, а не к самоактуализации. Повторюсь, интеллигентность не как образованность, но как некий культурный слой, который постепенно появляется. Он обязательно будет появляться. Но проблема в нем у нас всегда была, есть и будет. Наша интеллигенция всегда противодействует оккультуриванию. Оккультуривание – это то, что связано с властью. Поэтому наша интеллигенция всегда оппозиционна. Но в данном случае нужно внимательно задумываться, почему это происходит. И еще, подлинный интеллигент не склонен разрушать. Люди, которые разрушают, это не интеллигент, это псевдоинтеллигент. И вот здесь вот, по поводу политики, по поводу чего угодно, можно очень хорошо посмотреть, что это такое. Еще один момент очень важный. Посмотрите. По логике, до революции культурный слой себя самовоспроизводил. Это касалось и следующих поколений, которые опять же шли заниматься подобным видом деятельности или похожим. А у нас получается, что власть особо, ну так сложилось, не была сильно заинтересована в том, чтобы интеллигенция, ну начиная с 20-х, с 30-х годов, и пошло, 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 пошло дальше, занималась интересами людей образованного слоя. Наоборот, у нас как в советское время интеллигенты назывались? Был класс рабочих, класс крестьянства, и тоненькая, маленькая прослойка между ними, между рабочими и крестьянами. Это рабочая интеллигенция и военная интеллигенция. Военная интеллигенция это военные. Рабочая интеллигенция это все, что связано с гражданской интеллигенцией. Врачи, учителя, преподаватели, и же с ними. Как бы, да, тоненькая прослойка. Вы понимаете прекрасно, что за уши притянута аналогия, потому что это огромный слой был. Но проблема заключалась в том, что это всего лишь навсего, она как бы играла второстепенную роль, потому что первостепенная роль у нас была отведена рабочим и крестьянам. Может быть, отсюда вот эта некоторая ущербность в отношении друг к другу, в поведении друг к другу. Часто, когда людей длительное время сдерживают в чем-то, в чем-то их притесняют, а потом дают свободу, человек не чувствует ограничений, начинает вести себя неадекватно. Это было, допустим, в Штатах, когда, ну, помните, это отношение к неграм, как они называют, афроамериканцам. Вот в том-то и дело, как только отменили неравноправие между американцами со светлой кожей и с черной кожей, вот тут не ожидали, что возникнут проблемы. А проблемы пошли в следующем поколении, через поколение, в чем пошли проблемы, афроамериканцы стали крайне агрессивны и стали считать, что им все должны. Но и тут американцы не остановились, что они стали делать во многих фильмах, кто играет Бога, если Бог там есть, негр. Да, вот смотрите, то есть обратная ситуация. А у нас это проявляется в чем? Смотрите, рабочих и крестьян притесняли. Да, было такое. Такое было. Я не могу сказать, что везде и всегда. Это за уши притянутая аналогия. Но были случаи, действительно. Хотя их постарались абсолютизировать. И что получилось, когда рабочим и крестьянам дали свободу? Что они стали делать? Они стали мстить, они стали вести себя агрессивно и неадекватно. И только потом стали обращать внимание на то, что нужно что-то создавать. Потому что создавать нужно образовать. И получается, что образование нужно получать, они стали его получать. Но сколько было потеряно в пустую времени? В настоящее время это также присутствует в отношении друг к другу. Когда люди долго притесняют, а потом дают свободу, люди пытаются самоотверждаться. Это безумно глупо выглядит, когда человек на дороге пытается самоотверждаться. Это безумно глупо выглядит, когда человек в интернете пытается самоотверждаться. Если ты пытаешься другого облить грязью, ты не делаешь себя умнее. Ты просто показываешь свой уровень. Достаточно низкий уровень. И эрудиция здесь ни при чем. В первую очередь это не эрудиция. Поэтому вот такая очень странная аналогия между самоактуализацией и интеллигенцией. Я бы все-таки ратовал за то, чтобы мы в нашей психологии говорили о интеллигентности в поведении. Интеллигентный человек, не образованный с высшим образованием. А в первую очередь интеллигентный человек, человек с внутренними нормативами, человек с внутренними устоями, человек, который развивается, не останавливается в развитии. Человек, который имеет разные сферы направлений, разные интересы. А интеллигентный человек обычно такой. Примеры у нас есть, да, их пускай не много, но они есть. И это очень важно. Вот еще один вопрос может быть. Скажите, а когда в России интеллигенция возникла? Могла быть интеллигенция, допустим, до Петра? Могла быть интеллигенция при Петре Первом? Вот, допустим, академик Ликачев говорит, что, безусловно, не могло. Петр не был заинтересован в том, чтобы были свободные, свободно мыслящие люди. Потому что они могли представлять опасность для государства. Он задавался вопросом Курбский, Андрей Курбский, который переписывался с Иваном Грозным, да, вот он мог считаться интеллигентным? Нет, не мог, потому что на самом деле он занялся предательством. Он ушел куда? Он ушел к врагам и там стал переписываться с Иваном Грозным. Предательство интеллигентному человеку не свойственно. Так же, как не свойственно мщение. Вот, так что здесь вот тоже интересные вещи. Вот, но, вот такая вот достаточно специфическая тема, ну, как бы вот, повторюсь, самоактуализированная личность и интеллигентная личность. Где-то имеет смысл поставить знак равенства, где-то задуматься. У России свой, очень специфический путь, немножко тяжелый, но важно то, что подлинно самоактуализированных людей в западном понимании у нас нет. а вот интеллигентные люди есть, они появляются. И очень важный момент, даже по истории нашей психологии мы можем увидеть, что таких людей, ну, из известных, из не очень известных, ну, можно привести многих. Именно интеллигентных. А вот самоактуализированных не знаю.